Всем привет! Сегодня я покажу версию с экраном, версию металлоискателя Spirit P Quattro Pro A. Как я говорил в прошлом видео, что я добавлю экран, и следующее видео уже будет про следующую версию со смартфоном. Пока что у нас есть версия, вернее, это будет меняться скетч, потому что схема остается неизменной. Единственное, что я на схеме оставил выводы для Bluetooth-модуля и для экрана. Поэтому, если кто-то хочет, например, на смартфоне, нужно будет просто подключить Bluetooth-модуль, закачать нужный скетч, и все, у вас будут работать связки со смартфоном. Если вы хотите версию с экраном, тогда вам нужно будет просто подсоединить экран и закачать нужный скетч, то есть скетч для версии с экраном. И если вы не хотите ни смартфон, ни экран, тогда просто вам нужно будет закачать прошлую версию, которую я показал на прошлом видео. Это будет версия для металискателя, самая простая, без экрана и без смартфона. Всю информацию буду оставлять в моем блоге, буду обновлять ее. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой блог, то внизу под этим видео можете найти ссылку на мою веб-страницу. И там вверху, в меню, вы найдете раздел «Блог», где вы можете зайти и подписаться. Тогда вам будет приходить рассылка, когда я публикую новую статью в моем блоге. Там я буду публиковать новые обновления металискателей. Поэтому пока что я занимаюсь этим металискателем и буду публиковать там новые обновления. Публикую там все прошивки, схему, гербер-файлы, чтобы заказать, если вы хотите заказать печатные платы, или, если вы хотите сами делать, также будет там печатные платы для того, чтобы напечатать на принтере и методом лута или каким-то другим методом сделать печатные платы. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь изменилось. Если вы помните, в прошлом видео не изменялся тон при приближении предмета. То есть вообще ничего не изменялось. Замечал металл и все, при приближении ничего не изменялось. Так вот, теперь изменяется тон. И также у нас появилась теперь шкала на экране, так как у нас есть экран. У нас будет показывать шкалу, которая увеличивается, когда металл приближается. Давайте посмотрим. После я вам поближе покажу экран, чтобы вы видели. Также я напечатал вот коротку на 3D принтере. Хочу сделать кнопки с сопротивлением с этим переменным отдельно, где будет штанга, где я буду ручку держать. Это у меня будет контрольный блок, который будет управлять всем. Итак, давайте запущу. Так, все, запустился, теперь балансируется. Все. Ну, сейчас сбалансируется, но здесь много металла. Вот здесь тиски у меня, вот эта вот лампа. Поэтому это не проба глубины, это просто я хочу вам показать, как работает с экраном. Давайте посмотрим на 1 евро. Вот смотрите, как изменяется тон. Ну, думаю, слышно. Так, давайте попробую чувствительность чуть-чуть побольше. Так, все, уже начал. Так, вот так вот примерно. Вот видите, слышно, что приближается. Давайте вот конденсатор вот такой, что ли. Вот четко. И вот банка. Все нормально. Так, ну, теперь давайте посмотрим на экране, что происходит на экране. Я вам немножко расскажу про меню. В принципе, меню не изменилось. Но если в прошлом видео я показывал, нужно было по звуку ориентироваться, теперь мы можем это все видеть на экране, естественно. Так, давайте посмотрим. Так, ну, буду подносить, например, вот банку, вот эту вот, от Фанты. Вот видите, увеличивается шкала. То есть также можно отсечь большие предметы. Вот, например, на монеты, на мелкие предметы, больше половины не поднимается. Ну, вот, смотрим. Вот это на 1 евро. То есть я вплотную подношу, и вот только до половины доходит. Ладно. И конденсатор вот такой. Конденсатор чуть вплотную, куда подносится, вот до сюда доходит. Ну, вот так вот работает, в принципе, эта шкала. Заменяется тон и шкала. Так, давайте теперь посмотрим меню. Кнопки я еще не сделал, поэтому все не такие же стрёмные. Так, жмем. Первый это у нас Frequency. Ну, я тут на русском еще сделаю тоже 100. Теперь до 200 можно поднять. Вот, максимально это 200. Минимально это 20. Частота импульса. Sense это чувствительность, но я потом это еще объясню. Пока что она на 5 я ставлю и нормально работает. Потом чувствительность еще можно вот этими кнопками регулировать и переменным резистором. Итак, если ничего не делаем, возвращается в первоначальное положение. Давайте я сейчас сделаю. Следующий у нас Sense вот идет. Чувствительность. И пульс. Вот здесь у меня стоит 200 микросекунд. Можно до 280. Кажется, до 280 я сделал. Давайте посмотрим. Да, 280. Но при 280 будет нагреваться MOSFET. Я сделал это просто пока что для проб. Поэтому не переборщите, чтобы у вас MOSFET не сгорел. 200, 220 нормально работает. Если вы поставите большую частоту и импульс на максимум, то MOSFET начинает нагреваться. Придется либо ему радиатор поставить, либо еще что. Но увеличивается глубина поиска. Так, ну в меню пока что есть у нас. Раз, два, три. Три опции. Если еще раз жмем, возвращается. Либо если ничего не делаем, тоже возвращается. Хочу добавить еще одну опцию, чтобы выбирать звук вот этого вот тона. То есть, если кому-то такой тон не нравится, чтобы вы могли выбрать другой. Ну, в принципе, и все. Что еще? Использую экран вот такой вот дешевый. Алиэкспресс. Ссылки, все, что нужно на все детали, на экран, на все. Найдете на моей веб-странице в разделе «Блог», где я опубликую вот эту вот статью про вот эту версию. И, в принципе, все. Экран использую вот такой вот с четырьмя пинами. И, таким образом, нам не приходится использовать много пинов от Ардуина. Потому что, если кто знает, что обычные экраны, нужно подсоединять почти вот эти все пины от экрана. И у нас все они заняты. Пины от Ардуина. И тогда не остается для экрана. Либо наоборот. Если используем для экрана, не остается для других важных вещей на схеме. А, таким образом, мы используем только четыре пина. Плюс-минус и два пина для Ардуина. То есть, мы используем два пина от Ардуина. И остальное – это питание. В общем, ссылку найдете в описании. И что еще здесь вам показать? Ну, коробка вот такая получилась. Давайте посмотрим. Вот здесь у меня есть такое вот гнездо для подключения питания. Выключатель. Так. Ну и штекер. А здесь у меня вывод идет на пульт управления. Когда я сделаю, у меня будет на пульте управления три кнопки. Как я уже сказал. И перемены сопротивления. Так, ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Не забывайте, что в описании найдете ссылку на мою веб-страницу, где вы можете зайти в раздел «Блог». И найдете схему и все, что нужно скачать, чтобы сделать данную версию металлоискателя Spirit P4 Pro A и прошивки. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok